здравствуйте мои дружочки пирожочки сегодня у меня вот такой вот товарищ он уже бывал один раз тут был у меня мы у него меняли масло чем у него делали что там у него делали наверное масло меняли ну так по мелочи я еще прошелся повосхищался где-то подпротер где-то подтянул на и отправил человеком ему очень понравилось у меня обслуживаться и он вернулся то у нас цепочки да на теклом интересно сейчас приехал еще раз здесь надо поменять анти фриз здесь все очень модно и это какой-то супер супер модный антифриз я его проверю конечно на его способности к замерзанию приборчиком перед заливкой здесь он уже заливался вот немножко тут открыто то есть мне надо будет слить и залить промывать и тут ничего не буду здесь у нас идет обслуживание цепи очень грязно здесь все и колесо и прочее это я буду прямо вот я уже выставил все на подкате чтобы колесико было доступно да и значит здесь я буду промывать цепь звезду вот там вот где сальник вот это все пространство маятниковое колесо ступицу часть ступицы здесь вот все помою да вот это вот все будет промываться передняя звезда около звездное пространство в общем полная полная мойка как я люблю и подножку наверное зацепим но перед этим конечно а я наверно зря его поднял я хотел его еще помыть сначала от песка да я его сниму выкачу и наверное от песка помою меня как раз пенка новая пришла пришла у меня новая пена defender и пенораспылитель новый вот посмотрим попробуем как она будет еще здесь посторонние звуки появились из тормозной системы наверно спереди наверно сзади и короче надо переборочку нет переборку этих суппортов замечательных доминаровских я не буду ну ктм дюковских 390 я не буду делать я наверное сниму их только солью жидкости жидкость тут меняется она уже старая я проверил там где-то два процента у нас воды это надо поменять помою суппорта хорошенько продую здесь нету никаких направляющих тут только поршни вот соберу систему и залью туда жидкость и задний суппорт будет сниматься сливаться жидкость будет я его сниму я его направляющие промою продую заложить туда смазочку в поршень тоже не полезу полную переборку делать не буду вот но направляющие обязательно все промои продуешь здесь и поменяю жидкость дальше парантифриз сказал посмотрите какой маятник да крутой ты вообще вершина инженерного искусства и какая тут натяжкой цепи точнейшая настройка просто она кстати болтается и точнейшая настройка смотрите-ка ниже контрена диски тут в идеальном состоянии глушитель тут высокотехнологичный это вам не доминар дохленький что я ничего не вижу ну да ладно а еще надо установить лампочку такую светодиодную в алюминиевое праве это все алюминий серебристая такой светодиод не знаю насколько он способный работать аж 4 цоколь надо будет снять морду здесь у него отлетел у такой пистончик его я уже отремонтировал поставил от доминара он подошел видите как два брата акробата они но я буду морду разбирать подозреваю что она тут несложно разбирается вот у нее есть шарнирный механизм наверное она откидывается и я сунусь туда в лампочку здесь у нас немецкая лампа асрам дюмени асрамчик но обычная галогенка к сожалению будем пытаться ставить светодиод если не понравится будем обратно возвращать резиночка тут такая же как на доминаре та же самая размерность она уже немножко уставшая не немножко уже прилично уставшая это мрф рец один размерность тут у нас идет 110 на 70 вот 110 на 70 17 там у нас идет должно быть 150 на 60 на 17 в эти посмотрим ревса 1 все верно с другой стороны подойдут но здесь тоже она уже такая резиночка уставшая ну ездит как ни странно я всегда знал что эта резина хорошая вот 150 60 17 эта резина прекрасная до звуки короче надо мне будет разобраться что тут за звуки посторонные человеку очень сильно это не нравится в общем ладно все в процессе я его снимаю и буду за не заниматься очисткой от песка следующий день всем привет установил я мотоцикл решил его сначала помыть все вот это вот грязь тут развести тут везде где надо помою а потом уже буду его с пеной отмывать потому что все равно потом придется мыть закрепил вот так машинку здесь она хорошо очень встала плотненько сейчас я технической солярочкой пройдусь ну а напоследок чистенько разумеется все здесь вымою ну где-то около часа я возился покажу вам как вы любите я еще стараюсь аккуратно все делать все равно без заляпывания никак вымыл звезду ступичную часть диск весь отмыл в шубе он был ну диск мы не договаривались конечно но я уж так в подарок нравится мне мотоциклы которая нравится я ему подарки делаю вообще мне этот двигатель доминаровский напоминает если честно очень сильно очень сильно тут все промыл насколько смог сейчас это осталось подножку промыл и вот эту вот крышечку сейчас я тут все под протру уберу и оставь остальная мойка уже будет на улице пеной смотрите что нашел надо подвинтить обязательно так ездить нельзя глаза защищаю потому что летит в разные стороны все я уже попадала в глаза все чистой соляркой я промыл целых пол-литра туда жахнул все осталось это все замыть замылить нормально и будет булочка с изюмом основную шубу убрал подножку не забыть прикрутить мотоцикл в общем помыл отпуска от масла от всего здесь более-менее все здесь уже нормально резину промыл цепь промыл продул надо было еще отрегулировать натяжку была перетянута сильно издавала посторонние звуки пока я немножко ослаблю ну и износик то немножко имеется на звездочки чуть-чуть зубчик видите так что ослабил здесь теперь чистота красота там все промыл двигатель по ну в общем весь его помыл даже зеркала протер микрофиброй затянул гаечку на 96 ньютонов как у баджаж доминара сзади здесь одна и та же ось наверное думаю здесь примерно то же самое но больше здесь точно не надо так что еще крышечку я помыл надо ее будет установить так с этим наверное все и дальше а надо прикрутить подножку и суппорта снимать надо посмотреть что он может антифриз приборчиком сейчас про его проверим начал было откручивать пластик сверхней потому что сюда крышки не особо подобраться заливать то никак не получается там конечно есть немножко что-то какие-то следы грязненькие но промывать я тут ничего не буду я солью этот антифриз и залью точно такой же здесь не нужно как говорится вот этой крышкой оперировать я закручу я сейчас потому что здесь расширительный бачок он стоит над радиатором и трубочка у него идет прямо сверху то есть вот я сейчас слил антифриз он слился грубо говоря из расширительного бачка тоже сейчас нужно закрыть систему закрыть систему и просто сверху расширительный бачок налить нужное количество антифриза вот сюда по мерочке между минимум и максимум это будет замена вот такой вот ктм дюк технологичный что ничего тут откручивать не надо потому что откручивать пластик это здесь капец история оранжевого мотоцикла оранжевую вороночку сейчас сюда буду антифриз заливать прикрутил обратно весь пластик который трогал там все прикрутил слюнную пробку здесь прикрутил куча грязных тряпок солярки всякое прочего прибираюсь тут тихонько я замерял антифриз ну где-то 34 градуса он держит вот импортный антифриз нормальный и нас 34 все обслужил цепочку теперь она никаких посторонних звуков не издает тут все чисто цепочка смазанная чистоя никакой лишней смазки на нее нету порекомендую клиенту иногда хотя бы мить мыть керхером с пеной мотоцикл что у него в шубе в такой был вот и цепочку тоже после майки надо ее смазывать и продувать лапку подтянул не просто было туда подлезть два винта там внутренних но подтянул так на сегодня думаю все сейчас прикручу фильтр чтобы не забыть заказал уже новый придет сюда новый мне не нравится этот фильтр он как будто бы промасленный из-за этого сосет из двигателя и спускного тракта может быть через сапун сосет не знаю там много чего-то масло в карту в камере короче продолжаю разобрал морду не так-то это просто было владелец пожаловался на то что у него вот эта сторона не плотно сидит как раньше они плотно она сидит потому что здесь лопнуло ухо она уже все грязная проще то не обломил ты она уже давно такое обломанное вытеро черное что вот очень тяжело вот отсюда достаются эти шайбочки вот такие вот алюминиевые они там сидят и ребром этим фара просто отгибается здесь она конечно круто сделано как это сказать не надо ее целиком снимать здесь шарнирование находится но чтобы отогнуть надо вот эти вот шайбы они торцами задевают просто вот за эти вот ребра и подковыривать там надо кое-как открыл в общем одно-то ухо сломано не знаю почему сломано и честно говоря вот кто его сломал тут у нас панели здесь кстати какой-то разъем есть не задействованы интересно что это за разъем замутано небрежно чуть сейчас я полезу в лампочку попробую поставить светодиод суда смотрим что получится так это немецкая лампочка осром gemini но вот спиралька ближнего света она у него уже такая пожеваная то есть и давно уже пользуется ну правильно что горит с самого начала спиралька дальнего света вообще не используется как новенькая ближний свет перегорит ближайшем будущем что это лампа уже ценности не представляет будем здесь вроде контакторная группа та же самая алюминиевые радиаторы вот такие вот светодиоды маленькие удивительно на что они способны посмотрим буду ставить это светодиод установил горит как надо светит во все стороны ближним дальним смотрите качу я нашел дайте ка думаю проверю лапку переключение кпп передач да ведь она какая вся красивая но примерно та же болезнь что и на доминаре вот смотрите видите надо ее затягивать но я не знаю тут тянуть то есть куда или нет сейчас проверим не затянуто так ну ладно думаю на сегодня хватит надо еще будет прикрутить защиту двигателя воде я включу свет что ли так это у него габарит а свет тут включится только заведя его это близне это дальний и габарит горит все ладно все прекрасно работает светодиоды всякое такое подтянул траверсы немножко здесь подтянулись они проверил фиксирующие винты на вилке что тут еще у нас тут у меня все установил помыл чистота порядок аккумулятор сейчас отцеплю на время стоянки суппортами займусь следующей серии все это буду сливать сегодня и так много работы выполню все до свидания